Привет всем, с вами Кик и сегодня у нас в выпуске вас ждет феерическое техно-шоу во время турнира UFC 306, которое происходило в той самой сфере в Лас-Вегасе. OpenAI представила новую модель O1, которая думает перед ответом. DeepMind, которая научила робота завязывать шнурки. Mercedes-Benz и BYD объединились и наградили электрокар Denso Z9GT функцией параллельной парковки. Первая метательная панорамная камера-тепловизор для военных. Китай, успешно испытавший многоразовую метановую ракету-носитель из SpaceX, сообщивший об успешном завершении первой частной космической миссии Polaris Dawn. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Начнем мы сегодняшний выпуск из Лас-Вегаса, где состоялся грандиозный турнир UFC 306. Он проходил на красивейшей арене сфера, что позволило организаторам воспользоваться всеми ее техническими возможностями. Говоря откровенно, получилось очень красиво. Событий такого уровня лига еще не проводила. Конечно, пришлось прилично потратиться, а матчмейкеры провозились с формированием топового карда. Но мы тут не из-за топовых боев. В основном мы здесь из-за самой арены, на которой было проведено событие. Сфера, которую считают одним из самых технологичных мест для проведения соревнований, оправдала все возможные ожидания. Фанаты с восхищением смотрели на огромные экраны и наслаждались происходящим. На проведение турнира такого уровня пришлось раскошелиться. Было потрачено более 20 миллионов долларов, чтобы воплотить в жизнь все задумки. Но получилось великолепно. На трибунах собрались мировые звезды спорта и искусства. Сфера была буквально переполнена. Шикарно поработали создатели контента. Ролики радовали глаз своей кинематографичностью. Основной карт сопровождался красочными представлениями и статистикой бойцов. А на каждый поединок ринг-герл выходили в уникальных образах. Если честно, в UFC придумали шоу, которому сложно будет найти равную альтернативу. Футуристическое мероприятие стало самым кассовым в истории бойцовского промоушена. Сферу же посетили 16 тысяч человек, а организация заработала реально крутые бабки. Да, она просто молодец. Надеемся, он продолжит в таком же технологичном духе. А мы тем временем перенесемся к OpenAI, которая представила O1. Это первая в запланированной серии рассуждающая модель, способная отвечать на более сложные вопросы быстрее человека. Пользователи ChatGPT Plus и Team уже получили доступ к O1 Preview и O1 Mini, а для Enterprise и EdgeU модель станет доступна в начале следующей недели. OpenAI также планирует предоставить доступ к O1 Mini всем бесплатным пользователям ChatGPT, но пока не установила дату выпуска. Процесс обучения O1 кардинально отличается от применявшихся ранее методов. Для тренировки модели был разработан новый алгоритм оптимизации и набор данных, созданный специально для нее. Ранее OpenAI обучала модели GPT по сути копировать то, что они видели в своих обучающих данных. В случае с O1 был применен иной подход. Модель научилась самостоятельно решать задачи благодаря обучению с подкреплением. Этот метод предполагает поощрение правильных действий и наказание за ошибки. Кроме того, модель использует механизм цепочки рассуждений, позволяющий ей последовательно анализировать запросы, подобно тому, как это делают люди. Система думает, прежде чем отвечать. В результате O1 стала более точной и галлюцинирует меньше. Модель O1 пока уступает GPT-4O во многих отношениях. Например, она не так хорошо знает факты, не может искать информацию в интернете и обрабатывать файлы. Тем не менее, компания считает, что эта модель открывает совершенно новое направление в развитии искусственного интеллекта. Название O1 символизирует начало нового этапа. Теперь посмотрим, что нового у Google DeepMind. Они представили новый метод, позволяющий обучать роботов выполнению разнообразных тонких манипуляций. В число таких задач входят завязывание шнурков, развешивание одежды и даже ремонт других роботов. В опубликованных в социальной сети X видеороликах компании DeepMind продемонстрированы манипуляционные действия роботов. Роботизированные манипуляторы научились вешать футболку на вешалку, переставлять миниатюрные детали и даже завязывать шнурки. Это стало возможным благодаря новой платформе обучения Aloha Unleashed в сочетании с симулятором DemoStart. Эти методы разработаны для обучения роботов путем наблюдения за человеческими действиями. Исследование показало, что роботизированные системы могут научиться выполнять сложные задачи, основываясь исключительно на визуальной демонстрации, без большого количества реальных экспериментов. По словам разработчиков, DemoStart позволяет роботу научиться выполнять задачу в симуляции, требуя в 100 раз меньше демонстраций по сравнению с обучением на реальных данных. На конференции офицеров военных академий США компания Bounce Imaging представила первую в мире тактическую панорамную тепловизорную камеру для вооруженных сил и правоохранительных органов. В отличие от других моделей, у новинки нет моторов PTZ, а именно панорамирование наклона и увеличение или комплекса дорогих и громоздких камер. Pit Viper 360 сочетает 6 тепловизорных ядер и гиростабилизатор в единой панорамной камере размером с Grapefruit, которая обеспечивает обзор на 360 градусов. По словам главного технического директора компании C.C. Dijkstra, технология компании обеспечила шестикратное повышение эффективности по сравнению с традиционными методами и позволила генерировать стабилизированные панорамные тепловые видео с очень низкой задержкой и требованиями к размеру массы и энергии. На конференции Bounce Imaging выступала вместе с разработчиком роботов Boston Dynamics. На примере робопса модели Spot компания продемонстрировала еще один вариант применения тактической камеры мяча. Ее может нести оснащенный рукой манипулятором четырехногий робот, чтобы не подвергать опасности людей. Совместные испытания показали эффективность такой тактики. Погнали дальше. Mercedes и BYD показали, как работает параллельная парковка на их электромобиле Denza Z9GT. Вы просто выбираете на радаре зону, в которую необходимо поставить авто, и оно само встает туда. Машина чуть заезжает вперед на парковочное место, а затем с задней осью уже паркуется. Denza Z9GT – это крупный универсал с довольно необычным дизайном. В его передней части расположились вытянутые фары со светодиодными линиями. Передний бампер девятки различается в зависимости от версии. У гибридной модификации более крупный воздухозаборник. Z9GT по желанию можно оснастить камерами вместо наружных зеркал. Центральную консоль Denza Z9GT украсили три экрана. Цифровая приборка, парящий центральный монитор и тачскрин для переднего пассажира. Рулевое колесо получило D-образную форму. Вопреки последней моде, селектор КПП остался на центральном тоннеле. К компанию ему составили две беспроводные зарядки для смартфона на 50 Вт и пара подстаканников. Denza Z9GT оснащается сразу двумя холодильниками. Первый предназначен для передних пассажиров и предлагает емкость 4 литра. А вот китайская компания Yang Wang, входящая в состав BYD, представила сверхмощный электрический гиперкар с двигателем на 1287 лошадиных сил. Производитель позиционирует новинку как доступный электрокар в своем сегменте. Но главная его фишка – необычная подвеска и возможность поворачиваться на месте на 360 градусов. Yang Wang U9 способен разгоняться с нуля до 100 км в час за 2,2 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 300 км в час. Вдобавок он комплектуется особой системой, позволяющей электрокару крутиться вокруг собственной оси. Подобно гусеничной технике. Автомобиль оснащен активной системой подвески, позволяющей регулировать высоту дорожного просвета до 75 мм для каждого колеса. Система под названием Jumping позволяет автомобилю перераспределять крутящий момент между всеми колесами в случае потери тяги или прокола шины. Машина даже может отталкиваться сразу всеми колесами и подпрыгивать на месте. Такая система разработана для противодействия силам ускорения и поддержания гиперкара в ровном положении путем подъема задней части кузова при ускорении и передней части во время торможения. Yang Wang U9 уже принят в производство и будет стоить 236 тысяч долларов. У инженера по графике в компании Weta Workshop Джеймса Брауна имеется интересное хобби. Он создает удивительный дисплей. На сей раз он построил устройство, напоминающее хрустальный шар, которое вращается и демонстрирует мерцающее трехмерное изображение. И он запустил на нем Doom. Речь идет не о классическом Doom, а о его варианте Voxel Doom, где каждой точке игрового объекта назначена позиция в трехмерном пространстве, как и точкам, созданного энтузиастом объемного дисплея. В действительности дисплей не трехмерный, это иллюзия. Это как голографический вентилятор, но вместо того, чтобы вращать 1D-полоску для создания 2D-изображения, он вращает 2D-панель для производства 3D-изображения. Пояснил Джеймс Браун. Первоначально он планировал, что для создания объемной картинки устройство должно вращаться со скоростью 300 оборотов в минуту. Но впоследствии выяснилось, что для вывода плавного движения этого явно недостаточно. В своем микроблоге «Мастодон» он показал несколько примеров работы своего 3D-экрана. Это не только игра в дом, но также шоу лунных модулей, а также черепа и головы динозавров. Ну и какой же кик без космоса? Пекинская компания LandSpace осуществила удачное испытание первой ступени Zhukue-3, подготовив основу для полноценного полета ракеты в следующем году. Прототип первой ступени метановой ракеты Zhukue-3 достиг высоты 10 тысяч метров, после чего совершил мягкую посадку в 3 километрах 200 метрах от зоны запуска. Полет длился 200 секунд. Двухступенчатая ракета-носитель Zhukue-3 будет иметь диаметр 4,5 метра и общую длину 76,6 метра. Она получит 9 двигателей Tianque 12B. В одноразовом варианте носитель сможет вывести до 21 тысячи килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. В случае возвращения первой ступени этот показатель составит несколько меньше — 18,3 тысяч килограммов. Таким образом, по своим возможностям ракета будет очень похожей на Falcon 9, основного носителя компании SpaceX. И, кстати, о SpaceX. Там сообщили об успешном завершении первой частной космической миссии Polaris Dawn. После пяти дней пребывания в космосе капсула с четырьмя членами экипажа приводнилась у побережья Флориды, а компания подвела краткие итоги полета космического корабля Crew Dragon. В состав команды Polaris Dawn входили непрофессиональные астронавты, и многое в истории полетов делалось в первый раз. Возвращение на Землю считается одним из самых опасных этапов любой миссии. Чтобы добраться до Земли, капсула Crew Dragon вошла в плотные слои земной атмосферы. В результате давления и трения, вызванных сопротивлением воздуха на скорости около 27 тысяч километров в час, корабль нагрелся до 1900 градусов Цельсия. В это время защиту экипажа обеспечивал тепловой щит. И на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели. Кстати, теперь наши выпуски доступны и на платформе ВК-видео. Не забываем подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок высоких технологий. Также следите за техно-новостями в нашей телеге. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому! Продолжение следует...